Мы уже привыкли видеть Россию такой. Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных целей во всем поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. И вот такой. И все должны заткнуться и уважать нашу страну. Главный конкурент Путина сидит в тюрьме. А толпа демонстрантов бежит от одного полицейского. До того, как сами россияне возьмут в руки оружие и захотят снести диктатора, пройдут десятилетия. Но! Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Начав войну против Украины, Путин во много раз ускорил наступление собственного конца. Он запустил время с невиданной скоростью. И то, что должно было случиться через годы, начало происходить через часы после начала вторжения в Украину. Я обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Российской Федерации, которая сейчас находится на территории Украины. Представляться и говорить, в каком подразделении проходил службу не буду, но понятно на то причина. Скажу лишь одно. К вам обращается русский офицер. Это видео появилось в сети в первые дни войны. Российский офицер рассказал. В Украине он с самого начала вторжения. Этот человек быстро понял, что к чему. 24 февраля я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли сюда явными, с благими намерениями, и что нас с вами здесь никто не ждал с цветами. А дальше звучит очень печальная для российского президента информация. У Путина появились первые вооруженные враги из числа военнослужащих его собственной армии. Военное руководство Украины разрешило создать подразделение в числа перешедших на сторону Украины. Российский офицер объявил о создании легиона «Свобода России», в котором уже несколько десятков человек. 27 февраля с помощью сотрудников СБУ я и моя рота перешли на сторону Украины с целью действительно защитить народу фашистов. Затем в сети появились новые кадры уже нескольких военных в полном боевом снаряжении. Я принял для себя решение, как и многие другие, вступить в легион «Свободная Россия», для того, чтобы защитить свою страну, Россию, от путинского режима. Военные в Балаклаве утверждают, желающих вступить в легион несколько сотен. Как и многие другие, осознав это, вступили в легион «Свободная Россия». За сутки, буквально за сутки, было подано около 300 заявок, чтобы вступить в этот легион. И это неудивительно. Среди российских военных, попавших в Украину, быстро нашлись люди, сопоставившие кремлевскую пропаганду и реальность, которую увидели. Владимир Владимирович, в своей речи вы обещали показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. Так вот, к вашему разочарованию и нашему удивлению, здесь все давно декоммунизировано и без нас. Что не скажешь о России, которая в последние годы все больше и больше напоминает Союз Советских Социалистических Республик. Путин втолкнул этих людей в кровавую мясорубку, которая очень быстро прочищает мозги и помогает разобраться, кто настоящий враг. Отдумайтесь, Владимир Владимирович, иначе мы вынуждены будем показать вам, что такое настоящая декоммунизация. А еще через пару дней командиры легиона «Свобода России» провели первую пресс-конференцию в Киеве. История, как они попали в легион, у всех, в общем-то, одна. В первые дни наше подразделение было практически полностью уничтожено, так как оно попало под шквальный огонь. Так я попал в плен. Легионеры пояснили причину своего перехода на сторону Украины. Пока я находился в плену, нас перевозили. Я видел такие города, как Ирпень, Буча, Гастомель. Города были полностью уничтожены. Стерты, можно сказать, с лица земли. Я своими глазами видел маленьких детей, которые в буквальном смысле слова были разорваны. Это были маленькие девочки, которым на вид не было даже и 10 лет. Они сдались в плен еще и потому, что почувствовали, победить украинцев невозможно. В первые дни мы поняли, что здесь нет ни нацистов, ни фашистов. Мирное население будет драться до последнего. Оно будет грызть землю, потому что пришли на их территорию. Но балаклавы на лицах смущают журналистов. Респондент Wall Street Journal настолько не верит, что перед ним кадровые русские военные, готовые сражаться против Путина, что требует каких-то подтверждений. Вы могли бы нам рассказать, что могло бы подтвердить, что вы действительно бывшие военнослужащие, солдаты и офицеры российской армии? Русские сперва даже не понимают вопрос. Потом отвечают. Мы можем назвать модели танков, модели оружия, которые российская армия сейчас принимает на территории Украины. Но американскому журналисту этого мало. И это все? Тогда русские поясняют, чем они рискуют. Мы не имеем права на это, потому что я переживаю за свою семью. Я хочу, чтобы моя семья жила свободно после того, как мы свергнем этот режим. На самом деле эти люди прошли длинный путь, прежде чем им, недавним врагам, поверили и доверили оружие. Первоначальная стадия – это пройти детектор лжи на твою честность, правдивость, что ты действительно хочешь там по интересам искренности. Дальше с тобой работают психологи. В общем-то все, как в обычном воинском подразделении, которое участвует в реальных боевых столкновениях. Также смотрятся ваши физические качества, морально-психологические и профессиональная подготовка и обращение с оружием. Конечно, журналистов интересует, сколько их российских военных, воюющих против Путина. Честность большая. Называть цифры я не имею права. Вскоре после этого брифинга в сети появляются фотографии. Легионеры осваивают британские гранатометы «Нулау» и американские «Стингеры». У солдат легиона «Свобода России» появилась и своя форма. На шевронах белый прямоугольник с синей полосой посередине. Это новый флаг России. Его придумали сами русские, убрав флага Российской Федерации, красную полосу. Которая теперь для всего мира означает цвет крови, пролитый расшистами в Украине. Похоже, здесь, в Украине, благодаря смелости и стойкости украинской армии, рождается новая российская армия. В него может вступить любой, кто считает себя русским. И понимает, что настало время снести сумасшедшего диктатора и его преступный режим. Вы можете обратиться в любое посольство иностранного государства Украины, где находится посольство Украины. Либо приехать на территорию Украины, обратиться к вооруженным силам Украины. Легионеры даже разработали инструкцию для русских солдат, как правильно сдаться в плен, чтобы сразу было понятно, что пленный желает стать частью легиона «Свобода России». А еще они просят тех, кто не может вступить в их ряды, помочь легиону материально. И рисовать в России «Л» – символ легиона. Поддержите нас, оставляя на видных местах в России и за рубежом надпись в виде буквы «Л». Сделайте свои фото с буквой «Л», как на нашем рисунке. Оставляйте на своих страницах в социальных сетях хэштеги «Легион свободы». И уже можно представить, как перепуганный Путин едет в Кремль московскими улицами. Он отодвигает шторку в своем бронированном «Мерседесе» и видит нарисованную на стене букву «Л». Это означает, что скоро за ним придут. И придется ответить за все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова